Пять утра. На улице редко виднеются машины, горожан и вовсе нет. А сотрудники Тазалыка уже вовсю трудятся на улицах Бишкека. Порой мы не замечаем их труд, но именно от них зависит комфорт всех жителей. Кенеш Гульмамытова работает в Тазалыке уже пять лет. Вместе с ней трудится ее супруг. За ними закреплен самый оживленный участок. Но несмотря на все тяготы профессии и маленькую заработную плату, они не оставляют свою работу. Наверное, мы просыпаемся раньше всех в городе. Работать начинаем рано утром, примерно в 4 часа. Приводим в порядок наш город. Утром, во-первых, меньше машин на дорогах. Мы ведь также подметаем дороги вдоль бордюров. Во-вторых, утренняя уборка не доставляет неудобства горожанам. Мы очень рады, что нам повышают зарплату, что оценили наш труд по достоинству. Сегодня на нашу зарплату просто не проживешь. Еще и цены на продукты дорожают с каждым днем. Долгое время этой сфере не уделялось должного внимания, рассказывает другая сотрудница Тазалыха Гульмкан Айтиева. Однако сегодня наметилась положительная тенденция решения проблем в этой области. У нас тяжелая работа, особенно непросто приходится женщинам. К примеру, чистить снег зимой тоже нелегко. Хотелось бы призвать население не бросать мусор на улицах, выбрасывать мусор в урны, особенно окурки. Я получаю в месяц 14 тысяч сомов. Этого, естественно, не хватает. Я сама живу на съемной квартире. Теперь зарплату увеличили. Это очень большая помощь для нас. Теперь тазалыховцы в севраля начнут получать повышенную заработную плату. Сотрудникам муниципального предприятия подняли зарплату на 100%. Повышение будет произведено в два этапа. Первый это коснется дворников. Раньше дворники получали примерно от средней заработной платы дворников было около 13 тысяч сомов. 13-14 тысяч. То есть минимальная заработная плата была где-то 8 тысяч сомов, максимально около 22-23. Теперь же вот с новым постановлением минимальная заработная плата будет составлять около 22 тысяч сомов, максимально свыше 30 тысяч сомов. Водитель, к примеру, водитель санночистки будет получать около 30 тысяч сомов, грузчик 33 тысячи. 33-34 тысяч сомов. Вторая часть, которой 356 человек, которые задействованы на ТБО, с 1 марта их зарплата тоже будет приравнена к зарплате санночистки. Ранее бешкельчане жаловались на горы мусора возле придомовых баков, потому что отходы не ввозили по несколько дней. По словам директора Тазалыха, на сегодняшний день в предприятии проводят реформы и закупают новую технику. В декабре месяце со стороны мэрии было выделено 200 миллионов сомов. На данные денежные средства мы приобрели 29 единиц техники. Первую партию техники мы ожидаем где-то 17 февраля, последнюю это 25-28 марта. Всего в Тазалыхе трудятся порядка полутора тысяч сотрудников. На повышение заработной платы из бюджета мэрии было выделено дополнительно порядка 250 миллионов сомов. Эрлан Джуншалиев, Умар Малаша, Фалатов, 24.